Хорошо, спасибо. И мы представим некоторые инструменты, которые мы разработали в части NCI-EV1. Итак, давайте сосредоточимся на диагностике с помощью компьютера, сокращенно это CAD. Она использует алгоритмы, чтобы помогать клиницистам анализировать данные, МРТ, гистология, КТ, рентген и так далее. Ну, главным образом, гистология. Вот один из примеров. И, конечно, мы уже и так видели подобные примеры. Рак молочной железы и 100 пикселей или 2 гигабрита. Например, мы можем использовать это в визуализации. А почему диагностика так полезна, когда мы используем компьютер? Конечно, она помогает повысить точность и ошибкоустойчивость медицинского диагноза. Но, конечно, надо это делать быстро и в то же самое время. Это огромный объем данных, которыми мы должны управлять. Это очень интересно, когда мы понимаем, что столько данных создаётся каждый год. Всё больше больниц покупают сейчас цифровые сканеры. Очень много отделений переходят на такую работу и патологи. Всё больше и больше больниц будут работать с этими данными и с этим железом, и с этим программным обеспечением. Когда у нас есть огромный объем данных, что с ними делать? Мы можем использовать так называемый data mining, что мы можем сделать. Потом мы определяем визуализацию, которая нужна, чтобы мы её определили, например, действительно, что мы можем определить. Как мы используем? Конечно, мы должны строить такие системы, которые будут помогать врачам, но врачи они не могут полностью заменять. Врачи останутся в этом бизнесе, так сказать. Но мы предоставим им хороший инструментарий, чтобы они более точно ставили диагноз. Более отдалённая цель, конечно, полностью использовать все преимущества прецизионные, медицинные. Тут два компонента. Прогностический компонент и предиктивный компонент. Что касается прогностического компонента, мы должны предсказывать исход разных заболеваний, прогрессию или регрессию заболеваний. Что касается предиктивного компонента, мы хотим предсказывать, сможет ли пациент продемонстрировать ответ на ту или иную терапию. Если мы объединим оба компонента хорошим образом, и мы это делаем широкомасштабно, мы определяем пациенты. Это уже персонифицированная медицина. Вот что означает прецизионная или точная медицина. Это очень большой сдвиг. Как мы раньше лечили пациентов с раком, сейчас мы определяем. Раньше мы общие. Хорошо, это рак положительные пациенты, мы такую-то терапию. А сейчас это персонифицированная терапия. И вот как мы с этим работаем. И почему именно цифровая патология? Может быть, вы знаете вот эту эволюцию модели клеток, клоны, теория клонов клетки, как они развиваются, где начинаются мутации, которые проникают в дочерние клетки, от клетки основательницы. Потом это дальнейшие мутации, уже популяция рака. И потом разные подтипы клеток уже присутствуют в этих клетках. И мы делаем анализ. Вы знаете, как мы это делаем. Знаете, синквенирование. Но это в среднее. Все равно более усредненный анализ. Мы теряем здесь пространственное разрешение. И таким образом мы имеем дело с общей репрезентацией рака. А в данном случае мы получаем информацию, где находятся каждый из этих подкластеров. И эти гистологические образцы – это пространственная информация. Смотрим на фенотипы. И там идет суммация всех генотипов. И потом они также взаимозаменяемы. И, конечно, мы смотрим на метилирование, на экспрессию генов. Но это такая наука, которая является взаимозаменяемой. То есть это два разных направления, которые помогают друг другу. Комплементарность, как мы это называем, и исследования. Если сравнить исследования, клинические приложения этого нового типа медицинные. Например, это определение рака, стадирование, затем оценка площади и так далее. И если мы будем использовать компьютерные технологии, то мы увидим, что мы будем использовать квантификацию, и будем лучше лечить пациента, будет улучшена воспроизводимость, и мы более точно дадим определение. Поэтому мы уже не будем говорить, что, допустим, мы можем сказать, что этот человек поправится на 25 или 50 процентов. Но применение исследования, которые мы видим в настоящее время, мы хотим разработать новые характеристики и метрику. И таким образом, наверное, мы сможем определить подтипы, и лучше будем знать биологию. И таким образом мы получим новые данные за пределами всех данных, которые у нас имеются. Итак, мы перечислили те направления исследования, которые мы проводили. Может быть, это было проведено в течение более 10 лет, но мы не можем точно в настоящее время описать все эти результаты в связи с недостатком времени. Я хочу рассказать об одном случае. Это рак молочной железы. Вы видите, это эстроген рецептор позитивный, рак пациента. Только 50 процентов пациентов получают пользу от адевантов химиотерапии, и мы должны сначала стратифицировать риск рецидива, затем снизить агрессивное лечение. И, конечно, мы должны снизить нагрузку на систему здравоохранения, потому что мы не можем давать каждому химиотерапию, иначе это будет сложно для системы. Хотим снизить затраты и улучшить при этом результаты. В настоящий промышленный стандарт в настоящее время это онкотип, определенный онкотип ДЭС. Это панель из 21 гена. Она стоит более 4 тысяч долларов на испытания и проводится в течение двух недель. И таким образом мы показываем, что этот тест недостаточно совершенен. Это, конечно, хорошая работа, но не совсем совершенная работа. С другой стороны, мы должны определить шкалу риска, который основан на визуализации, на основании рутинных слайдов, на основании рутинных средств. Мы смотрим, что мы сможем снизить затраты примерно в два порядка. Например, это будет стоить 4,6 доллара на тест. Мы можем сделать это за несколько минут, и мы сможем сделать это там, где есть соответствующие ресурсы или в облаке. И также мы будем проводить компьютерную обработку всех этих срезов. И мы также сможем определить риски и гетерогенность этой опухоли. Затем мы проводим количественную гистоморфологию. Но как это работает фактически? Как мы переводим идею в алгоритм? Мы всегда учитываем то, что мы уже знаем. Это система стадирования клиническая. У нас есть три основных фактора. Формирование железы. Здесь вы видите нормальную железу, а справа вы видите аномальную железу. И вы видели, что вот эта железа окружена классическим эпидальным кольцом. Что касается рака, то вы видите, что здесь совершенно другая ситуация. Просвет очень небольшой. И фактически, в общем-то, она выглядит хаотической и дезорганизованной структурой. Мы также рассматриваем ядерный плеоморфизм. И таким образом мы определяем размер и форму этих ядер. Они, в общем-то, также круговые, имеют определенную структуру. А в случае рака вы видите, что некоторые ядра очень темные, некоторые светлее. И вы видите, что некоторые ядра крупнее, некоторые меньше. Поэтому мы можем это квантифицировать. Мы также хотим рассмотреть методическую активность. И таким образом мы можем быстро описать опухоль. Мы должны также добавить другие параметры, например, эффект поля. И когда ткань изменяется в присутствии опухоли, и мы определяем микросреду для опухоли, мы также определяем характеристики строма вокруг опухоли, которая была описана как прогнозный фактор. Что мы делаем? Фактически мы берем вот это изображение всего среза. И патолог также определяет область интереса. И мы увеличиваем эту область и проводим сегментацию ядер. Фактически мы определяем, где находятся клетки на этом изображении. И мы определяем те характеристики, которые связаны с морфологией, плотностью текстуры. И мы учитываем эту информацию. Мы определяем характеристики строма, инфильтрацию. Фактически всю информацию, которую мы можем использовать, которую мы можем классифицировать для того, чтобы ассоциировать ее с результатами или с подтипом опухоли. Недавно мы видели переход к глубокому обучению. И эта бородигма имеет три компонента. Прежде всего, это вычисление, которое становится все дешевле и дешевле. И мы можем купить дешевые приборы. Затем мы меньше тратим на хранение информации. Мы можем хранить информацию. Допустим, 15 лет назад это стоило несколько тысяч долларов. В настоящее время это гораздо дешевле. И затем у нас больше данных. И таким образом мы покупаем цифровые сканеры. Мы получаем дополнительные данные. И также люди делают такие цифровые срезы. До 15 тысяч срезов. В результате этого глубокого обучения фактически мы можем заменить все вот эти красные компоненты алгоритма глубокого обучения. Почему мы хотим использовать это глубокое обучение? Мы хотим создать отдельные черты как бы вручную. Затем у нас есть, допустим, сегментация ядер, которые мы делаем вручную. На это нам требовалось примерно три года для одного компонента. Если у нас есть такие данные, если у нас есть модель глубокого обучения, то в этом случае результат лучше. Мы получаем его всего за три часа. То есть вы видите, что на два порядка величины произошло это увеличение, улучшение. Таким образом мы повышаем эффективность наших экспериментов. И глубокое обучение позволяет нам лучше представить информацию, убрать шум. Но каким образом в настоящее время мы можем анализировать все эти срезы, и мы можем анализировать тысячи случаев. И таким образом мы можем действительно проводить такие огромные анализы, которые для мозга человека просто были невозможны. И в конечном итоге люди, в общем-то, неважно, как вы эти сегментируете, им просто интересно, что вы можете сделать. Для них таким образом мы можем идентифицировать, где находятся раковые клетки. А теперь мы можем проводить более сложные анализы этих раковых клеток. Итак, я предлагаю следующие рамки. Мы обрабаковали эти данные в 2016 году. Мы использовали семь примеров, которые я только что описывал. И мы использовали передовые практики, мы использовали код, данные, и также обучающий материал. И все это информация доступна в моем блоке. Это просто мое имя, моя фамилия. И таким образом мы перешли от рамки глубокого обучения к этой более сложной информации. Мы корректируем эту информацию, и мы можем передавать ее людям. Я хочу рассказать результатам, когда мы использовали классификатор сегментов. Слева вы видите оригинальное изображение, а в середине вы видите результат, полученный патологом, который определял эти участки эпителия. И здесь вы видите классификаторы глубокого обучения, и таким образом вы видите этот участок. Когда вы их сравниваете, то фактически вы видите, что классификатор глубокого обучения позволяет выделить такие небольшие участки, которые не видел патолог. Что особенно интересно, мы видим, что патолог рассматривал весь участок как эпителия, когда как классификатор глубокого обучения дал другую, более точную информацию. То есть точность была 56%. Мы пытаемся опубликовать эту матрицу. И таким образом мы пошли к патологу и сказали, что с этим изображением, почему такая матрица точности такая низкая. И патолог засмеялся и сказал, что фактически наше изображение гораздо точнее. Потому что если вы точно посмотрите, вы видите небольшое количество строма, который находится внутри этого эпителия, и классификатор может это сделать. Но человек, конечно, не сможет сделать тот же самый процесс. На это он затратит часы работы, а компьютерный алгоритм может это сделать за несколько минут. И таким образом, как мы будем создавать эти алгоритмы, потому что алгоритм теперь может работать более эффективно и более точно, чем наши эксперты и патологи. Как мы будем потом подтверждать, что алгоритм действительно правильно все делает. И теперь использование этого исследования. И мы используем успешно наши подходы к крементации. Это интересно, что мы определяли, что ориентация клеток связана с агрессивностью рака. И в данном случае мы видим, что если все клетки направлены в одно направление, то рак менее агрессивный. Это очень интересно, потому что я вам сказал, что таким образом вы можете визуально определить, но очень сложно будет вам определить вот эту характеристику, если вы используете только данные. Вы можете использовать компьютерный алгоритм и потом уже подтвердить его. И это также интересно, потому что если мы попросим патолога квантифицировать эту ориентацию, то это будет очень сложно и невоспроизводимо. Таким образом, алгоритм позволяет нам рассмотреть все это на тысячи клеток. И очень четко компьютер определяет ориентацию, направление ориентации. И затем, таким образом, он передает эту информацию патологу, который тот использует напрямую. Таким образом, патолог должен обобщать эту информацию, используя вот эти данные. Итак, мы пытались прогнозировать рецидив немелкоклеточного рака. Мы использовали классификатор глубокого обучения для того, чтобы определить это. И мы определяли, как эти раковые клетки взаимодействуют. И вы думаете, то же самое, как это Facebook. Допустим, Facebook говорит, вот вы знаете того-то человека, как может вы знаете и другого человека. И то же самое, характеристики вы можете использовать и на уровне клеток. Это будет информативно для прогноза и предсказания. Мы можем рассмотреть формы, ядер, морфологию, текстуру, которые фактически описывают, как изменился тип еда. Мы можем рассмотреть все эти характеристики, ориентацию ядер и энтопию, которые мы описывали в контексте наших исследований. Когда мы все это объединим, то таким образом это будет хорошим предиктором рецидива рака. И вы должны учитывать, что это достаточно легко провести, это дешево провести. И патолог уже имеет эту информацию, и он сможет диагностировать конкретного пациента. Мы не требуем создания дополнительных данных, мы можем дать какие-то указания для прогноза, диагноза для этого пациента. И потом мы определяли и прогнозили ответ на терапию. В этом случае мы также использовали этот классификатор для того, чтобы дезинфицировать лопухоль, и для того, чтобы дезинфицировать размер и раковые клетки. И просто мы смотрим на эти характеристики клеток. Таким образом мы рассматриваем участок, где есть лимфоциты, которые проникают в опухоли и так далее. И таким образом мы можем определить респондеры и нереспондеры. То есть интересно, что здесь мы в этом случае, я не могу сказать, что это можно использовать и в других случаях. Но вот у тех пациентов фактически это было лучшим предиктом, чем ПД-1, и мы также использовали эту экспрессию. И я не говорю, что мы должны всегда использовать ПД-1. ПД-1 мы определяем для различных пациентов. Этот маркер может быть исследованным. Мы можем объединять эту информацию для того, чтобы определить и прогнозировать реакцию ответа у пациентов. Я включу этот слайд, потому что я считаю, что это будущее работы патолога. Когда мы сотрудничали с Джонатом Ду из Вашингтонского университета, вы видите прекрасные объемы, которые показывают раковые клетки. В результате биоси слева вы видите доброкачественные, а справа злокачественные. В этом случае не всегда видно, что они отличаются. Но совершенно очевидно, когда Вы посмотрите на 3D изображение этих участков, таким образом мы пытаемся лучше определить и проводить стадирование опухолей, стадирование этого поражения. И, наконец, мы также хотим получить дополнительную информацию, когда мы пытаемся изучить эти изображения. И мы храним эти изображения в течение длительного периода времени, потому что это очень важно для пациента, когда мы храним эти изображения, цифровые изображения, 10 или 5 лет для того, чтобы сравнивать данные. И таким образом мы сжимаем эти изображения, и мы просто смотрим, насколько мы можем сжать эти изображения. И патолог, допустим, использует какой-то конкретный случай, он определяет клетки, он определяет локализацию лака, рака определяет лимфоциты. То есть патолог проводит те же самые операции при большем уровне сжатия. И Вы видите, что при высоком сжатии фактически это изображение практически уничтожено. И вот эта работа была опубликована DCI, и здесь патолог и алголизм глубокого обучения начинает работать в одной и той же точке. Фактически мы можем сжать эти изображения. И также потери 10% и как человек, и так цифровые алголитмы в этом случае будут работать примерно одинаково. Их кривые производительницы будут выглядеть одинаково. Таким образом, мы не должны вручную определить все это и относительно сжатии этих алгоритмов, потому что результаты практически то же самое, и мы можем подходить к ним одинаково. И теперь некоторые инструменты, которые мы разработали, их есть a sweet tool, и мы видим, что необходимо было проводить контроль качества, особенно это касается при работе в области цифровой патологии. Таким образом, необходим контроль, и мы должны также определить риск, и мы должны пересканировать эти срезы. И чтобы слайд... Если слайд не может прочитать какой-то срез, он поправляет его обратно в лабораторию, необходимо переделать. И это некоторые слайды, которые я взял из специй идеи. И вы видите, что существуют здесь какие-то трещины, какие-то пузырьки воздуха, и мы определяли вот эти срезы, и мы видим это. И, конечно, контроль качества этих слайдов совершенно необходим. Ранее мы делали это вручную, и мы видим, если мы рассматриваем тысячи слайдов, то необходимо, чтобы все было воспроизведено. Таким образом, мы разработали вот этот инструмент HISTOSC, это инструмент с открытым источником, воспроизведенные методы для определения метрики среза. Мы использовали Python, и затем мы использовали инструменты HTML-S. Мы получили инновационную награду на Европейской Конгрессе по цифровой патологии в 2018 году, и эти работы можно получить по этой ссылке. Я хочу провести пример в соответствии с шаблоном. Когда мы использовали один шаблон, мы видим распределение этого шаблона в красном, голубом и синем пространстве. Мы берем пиксели этого цвета и оцениваем. Если мы посмотрим на темплят 2, мы видим, что темплят 1 отличается от темплята 2. И очень интересно, что в этом случае пользователь дает все изображение, и мы можем воспроизводить распределение. Мы можем то же самое сделать с этим изображением. И я надеюсь, что вы увидите, что я делаю. Если мы сварим эти два распределения, то небольшая разница. А если вот эти две сравниваем, то в этом случае разница тоже небольшая. Но если я спрошу, сравню распределение вот этого шаблона 1 и 2, то разница большая. Если я хочу, чтобы мои срезы выглядели таким образом, я могу тестировать эти слайды, воспроизводить это распределение, сравнить их. И таким образом я могу сказать, что фактически я должен сделать что-то с этим слайдом. И интересно, поможет ли это моя работа. Я попытаюсь использовать свой алгоритм, и таким образом я получаю... Если я использую такую визуализацию, мне использовать его или это уже красный флажок, который говорит, это уже за пределами моей зоны комфорта, принимать его или нет. Алгоритм дает такие диапазоны количественно. Он говорит, если в этом диапазоне, то использовать результат. Если за пределами диапазона, то лучше не использовать. И вот еще инструмент киста-ан, это совсем недавнее глубокое обучение. Конечно, это очень важное машинное обучение. Лаборатория все это производит. И мы создали для патологов такие очень специфичные варианты, чтобы вы очень хорошо использовали эту визуализацию по разным патологиям. И действительно, можно смотреть на... и добавлять разные зоны. И также есть... на бэкэнде есть классификатор. Это активное обучение плюс глубинное обучение. И мы восстанавливаем такой порядок эффективности, магнитуду, как мы говорим, эффективности использования результатов. Идет аннотация. Слева внизу, видите, некоторые ядерные... клеточные ядра нотируются. И алгоритм глубокого изучения, он больше разбирается в том, что происходит, и производит подобный результат. И мы сразу, мы видим этот алгоритм глубокого изучения. Здесь, видите, видим эти клетки. И не нужны даже дополнительные аннотации. С другой стороны, например, мы видим эту клетку, эту клетку, и вот эту клетку здесь. То есть они не очень хорошо сегментированы. И надо аннотировать тогда только вот эти вот регионы. И таким образом это сэкономит нам времени. Мы не будем тратить время на аннотации тех клеток, которые так хорошо известны. Мы все это видим. Это хороший инструмент. Окончательное будет тестирование. Вы можете связаться со мной по электронной почве. Почте, простите. Можете связаться и протестировать тоже. Большое спасибо. Продолжение следует...